Приветствую всех на своем канале истории тетушки Анила. Она была просто в Минске. И посмотрите, где я сижу. А я сижу в поезде, а я уже целый год никуда не ездила. Последний раз была в Белоруссии, в Минске, и вот еду сейчас. А куда я еду? Попробуйте догадаться. Причем отправление было с Пушкинской, с Витебского вокзала. И я думаю, что кто давно не ездил оттуда, тот никогда не догадается, что, оказывается, с Пушкинской можно попасть в Москву. Потому что прибываем мы не на Ленинградский вокзал, а на Восточный. Вокзал Восточный. И я, когда покупала билеты, думала, что за вокзал, почему я не знаю. И тут вот посмотрела, как всегда, Google знает все. Оказывается, его открыли только буквально недавно, в 2020 или 2021 году. Представляете, ему всего года 3-4, наверное. А вот нет, короче, года 2, наверное, даже. Ну, короче, открыли недавно. Я хотела вести репортаж еще с Питера. Но так как отправление было ночью, полдвенадцатого, было темновато. Я, как всегда, прибежала только-только. Просто не было времени. А вокзал у нас в Витебске какой красивый. Надо будет его как-нибудь поснимать. Сейчас уже часов 9, да? 9.10. Мы в 11 прибываем. И открою вам сейчас тайну. Мы же не просто в Москву едем. А мы едем в круиз. Мы сейчас с Восточного вокзала должны добраться до Речного вокзала. У нас остается 3 часа до посадки. И 5 часов до отправления нашего теплохода. Теплоход называется Лунная Соната. Ой, я немножко волнуюсь. Потому что последний раз в круизе я была лет 40 назад. Это были допотопные теплоходы. Это был... Отплытие было от Петербурга. Маршрут в Алоан, Кижи, Петрозаводск. По-моему, так. Ну, 40 лет назад я уже, во-первых, все забыла. А во-вторых, я уже старенькая. А мне как-то уже и страшноватенько. Ну, посмотри. А с кем я еду? А попробуйте догадаться. С кем я чаще всего ходу? В театр. Кто смотрит мои ролики, тот сразу угадает. Потому что я еду. Так, появляйся в кадре. Все стрёмки. Что-то она тёмненькая. Ну-ка, 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 вот так вот. Привет. А мы же не просто так едем. У нас... Вернее, у меня. Вернее, нет. У нас выходные. Первое мая, да? А у меня 30-го день рождения. И вот я решила завести такую традицию. Отмечать день рождения как-то необычным. У меня пока это не очень получается. Но всё-таки. Одно из дней рождения я отмечала в Индии. На экскурсии. В городе Хампе отмечала. В одиночестве сидела в номере. Налила себе кофеёк. Нас, именинников таких, в группе из 16 человек, было двое. И нам приготовили тортик. И вот я сидела с чайком. Нет, не с чайком. С кофейком. Смотрела в зеркало. Чокалась в зеркало. И поедала пирожные. Вот это один из первых необычных дней рождения был. Ну, несколько дней рождения было, как обычно, там в ресторанчике. Гостей приглашали. А в прошлом году я с мужем и сыном выходили в ресторанчик. Днём покушали. А вечером ходили на концерт. А к этому дню рождения я подготовилась заранее. В ноябре выкупила кутёвочки. И вот сейчас, 30 апреля, я буду отмечать на теплоходе. А в этот день мы будем проплывать. И экскурсия будет в городе Мышкин. Ну, об этом я расскажу попозже. Я очень разговаривала. Посмотрите, что у нас за окном. Станции какие-то проезжаем. Слушайте, я думаю, что должно быть очень красиво. Потому что, посмотрите, зелье какая. А вот будем проплывать на теплоходе. И берега будут вот в такой вот свежей зелени. Представляете? У меня когда-то была мысль такая проехать от Москвы до Владивостока на поезде. Я думаю, романтика, неделю в поезде, как здорово. Ну, и сейчас. Мы ехали всего ночь. И как-то у меня эта романтика поиспарилась. Мы взялись с сестрой нижние полки. И как бы что мне не очень понравилось. Когда мужчина, который на верхней полке, я сплю, вытянула ноги. А он сел на мою полку, даже не спросил. Потому что, ну, я-то вообще-то сплю, да? А самое интересное, что рядом с ним место боковое, на боковом месте стоит чемодан на сиденье. А он сел на мою. Это первый момент. Второй момент. В туалете. Жду, когда выйдут посетители. А они выходят и идут в другой вагон. То есть, в наш вагон пришли сделать свои дела с другого вагона. Мне это тоже как-то не понравилось. Ну, по большому счету, все это мелочи, конечно. И посмотрите, на кого я похожа. Вот сейчас на мне нет ничего. Ни бровки не подведены, ни глазки. Такие вот узенькие все. Вся заспанная. Ой, короче, кошмар. Ну, вот сейчас буду приводить себя в порядок. Хотя не знаю, как получится в таких условиях. А посмотрите, что за окном. Какие-то объекты промышленные, дома. Это все, наверное, пригороды идут. Скоро Москва так разрастется на пол России. Я вообще не знаю, куда они растут-то вообще. Зачем это все? Надо другие города развивать. В средней полосе. Или на Дальнем Востоке, или в Сибири. Ну, что это за дела такие? Резиновая Москва, Резиновый Петербург. Я против разрастания. А вы? Вот такое впечатление, что мы уже по Москве едем. Хотя нам еще час добираться. Или это вокруг Москвы развязки. Короче, я не знаю. Здесь еще что-то строится. Но впечатляет размах. Просторы такие. Да. Это тебе даже не Питер. Ну вот, мы уже собрались. Минут через 40 уже подъедем к вокзалу. Мне кажется, мы уже тут, наверное, по Москве едем. Или по ближайшим-ближайшим пригородам. И посмотрите, у меня всегда пауэрбанк мощнейший. Он столько весит. Он такой тяжеленный. Вот придется мне его таскать на себе. Проводочек еще подзаряжу телефон. А самое главное, что я хотела вам показать. Мы когда зашли, посмотрите. Здесь визиточка начальника поезда. Это очень здорово. Потому что если что-то случается, здесь есть телефончик. Ты сразу ему раз, звонишь. И рассказываешь, какие у тебя проблемы. У нас начальник поезда. Есенков Александр. Так, из отчества. А еще хотела показать. Вот такие бутылки дают. И вы можете ознакомиться, какие проводятся экскурсии по России. Интересно. Вот в Карелии была. Ладожская была. КДТ. Русский Альский экспресс была. Серебряный Москва. Великий Новгород. Псков. Москва. Ну, не Москва. Петербург была. Что еще? Белорусский воеж. Мы были. Байкал я была. Степь или Старостов-на-Дону. Вот сюда хочу еще попасть. Сказы по Волжье. Это Ежкар-Ала была. Казань была. Вот Волгоград хочу. Волгоград хочу обязательно. Так, что еще? Это вот вообще все было. Это все наш маршрут. Так, так, так. Русский Ала опять. Переславль-Изалиска была, но очень давно. Зимой уже не помню. Так, что у нас еще? Вот Ростов, Туапсе, Сочи. В Сочи была. Ну, так, относительно, конечно. Иркутск-Байкал была. Сортовала. Вот Воронеж не знаю. А здесь Астрахани нет. Вот Астрахани еще хочу попасть. И золотое кольцо надо осваивать. Ну, короче, много еще есть куда поехать. Вот. А вот это. Посмотрите, чем угощают в поезде. Чего тут только нет. Мы вообще уже позавтракали. И я не стала вам снимать, потому что все это выглядело не очень презентабельно. А вот здесь смотрите, как красиво. Кофе из автомата можно было заказать. Вот эти всякие штучки. Вот мне понравилось, что сливочки есть. Можно было все это. Ладно, на обратном пути у нас не будет уже. На обратном пути мы закажем что-нибудь. Ну, здесь все то же, что можно купить в магазине. Но оно есть. То есть, если ты очень захочешь, ты можешь и попить, и перекусить. Брелочки, сувенирчики. Ну, здорово. Вот какой у нас поезд. А еще, посмотрите, здесь на столе есть QR-коды. Доставка еды к поезду. Ой, здорово, как каталог товаров. Информация для пассажиров. Ох, ничего себе. Вот посмотрите, вот это QR-код. Обращаться к генеральному директору АО ФПК. А что такое ФПК? Кто знает? Напишите. Все. Стоим. Кстати, здесь очень много остановок. Мы очень долго едем. Мы едем 12 часов. Но у меня сестричка, вот она уже грустит. Она с работы. Она вчера работала целый день. К вечеру только освободилась. И она так устала, что мы так хорошо спали. А я не работала. Но я тоже так хорошо спала. Вот. Поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность выспаться. Тем более, если бы мы рано приехали, посмотрите, на улице дождик. Где бы нам там гулять и слоняться, и китаться. А так мы приедем, доберемся до речного вокзала. Благополучненько. Перекусим. И будем... Как там? Усаживаться. Как это называется-то? В 14.00 у нас начинается... Как запуск? В 14.00 регистрация на рейс. Так что... Все. До следующего включения. Может, в Москве что-нибудь... А, да. В Москве хочу показать речной вокзал. Он отреставрированный. Красивый должен быть. Так что... Ждите. И вот все, что я сейчас снимаю, до вечера, будет выложена в следующий, на следующий день. И будут вот такие репортажики. То есть монтировать особо не буду, потому что и времени не будет, и выкладывать смогу только там, где есть доступ в интернет. А на теплоходе доступ плохой. Wi-Fi плохой. Так что... Пока не прощаюсь. Вокзал Восточный. Мы вышли с поезда, а ехали мы в 13-м вагоне. Представляете? Вот сейчас нам надо найти метро. На улице дождик. Кошмар. Ну, мы вышли с поезда. Вокзал Восточный я толком не видела. Но, в принципе, здесь все понятно. Нам нужно метро Черкизовское. Указатели везде есть. Куда идти, понятно. Единственное, что... Поднимались по высокой лестнице, и не было никаких приспособлений для тележек. Хух, тяжеловато на себе переть. Но, наверное, мы что-то не нашли просто. Везде досмотры, просмотры. Многие люди пользуются такси. А мы решили поехать на метро. На метро показывает, что ехать 48 минут. Но так как у нас до регистрации 3 часа, я думаю, мы успеем. И, в принципе, все должно быть хорошо. И мы, получается, доберемся за 65 рублей. Вместе 130. Но, я думаю, на такси мы за 130 не доехали бы. Вот так вот передвигаются консионеры, которые еще могут таскать вот такие вот чемоданы и вот такие вот сумки. А посмотрите, какая у меня сестра спортивная, да? Прям девочка. А я бабушка-бабушка. А вот и наш поезд подъезжает. И, в принципе, свободненько. Ой, хорошо. А я думала, толпы народу будут везде. Олечка, я сюда, с краешку, чтобы. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция... Смотрите, с этой стороны закрытые вагоны, да? А вот здесь сквозной проход. Здорово так. У нас такого в Питере нет. Посмотрите, как свободно. В принципе, сейчас полдень. Сегодня рабочий день еще, да? А народа нет. А я думала, Москва вся запруженная. Нет ничего еще. К центру появляется и народ. Переход на театральную. Пешеходный вот такой, длинный. Ну, ничего приметного. Но все пока понятно. И пока удобно. И даже народу немного. Мы вышли из метро. И выход на торговый центр, речной вокзал. А нам надо на сам речный вокзал. А вы посмотрите, какие здесь скверы зелененькие, красивые. А запах одуряющий. Пахнет липой, почки распускаются. Дождик прошел. Воздух замечательный. В торговых центрах дофига и больше. А нам надо как-то через парк пройти. Сейчас посмотрим. Навигатор что-то у меня не работает. Не хочет ничего показывать. Автобусы синенькие, как у нас почти. Наверное, одно и то же производство. Мне, кстати, нравятся такие автобусы. Вот это тоже, не знаю, старенькие, новенькие. Так нам надо через парк как-то. А, кстати, вот здесь, наверное, тоже где-то можно покушать. Вон ростик. Дода пицца. Не хочешь? Нам надо где-то пообедать. Потому что мы отправляемся в 4 часа. И нас будут сегодня только ужином кормить. Поэтому надо где-то покушать. Чайхана. Вот как-то в чайхану не хочется. Добраться к речному вокзалу. Надо пройти через парк. Посмотрите, какой шикарный, замечательный парк. Здесь и еловые, и лиственные. Листочки только начинают появляться. Как здорово. И даже цветочки пробиваются. Смотрите, первоцветы. Красота. Сейчас я вам приближу. А воздух какой. Я не думала, что в середине, как сказать, в центре Москвы. Ну, может, это не совсем центр, но и не окраина. Может быть, такой шикарный, замечательный воздух. И вот я, наконец, Олечку снимаю не со спины, а в фаз. Посмотрите, какая она у меня стройная и моднявая. Ты идем или ты еще наслаждаешься? Я иду и наслаждаюсь. Только не знаю, в какую сторону лучше. Вот отсюда или, наверное, вот оттуда. Вот здесь новые дорожки уже видно. Ой, слушайте, мне нравится. Здесь можно гулять, гулять. У нас два часа до отхода. Вернее, до регистрации. Мы еще два часа можем находиться на теплоходе. А можем вещи оставить, наверное, и погулять еще. Ну, посмотрим. Хотелось бы сначала зайти, устроиться и уже потом все планировать. Но дорожки красивые тут. Памятник какой-то. Ну, пока отключаюсь. Какой-то памятник, но мы к нему не подходили. Но по архитектуре похоже на памятник советских времен. Флаги вот здесь висят. И посмотрите, тельпанчики распустились. Красота же. И еле серебристые. А вот там уже мы подходим к речному вокзалу. Вон там еще один памятник. Кстати, у этого парка название «Парк Дружбы». Поэтому и скульптуры такие соответствующие. А вот эта скульптура называется «Хлеб». И, по-моему, она здесь недавно. А вот здесь авторы даже указаны. Если бы вы слышали, как птички поют. Вот все, как сказать, перекрывает рокот машин, шум машин. Но вообще, птички здесь такие интересные. Трясогузку уже видела. Голубя с таким интересным окрасом. Какой-то такой необычный был. Так, а нам, наверное, по подземному переходу перейти. Вот по подземному переходу. Переходим вот эту широченную улицу. Я не знаю, что это за улица, что за проспект. Но он такой шумный. Вот здесь пандус есть. Смотрите, украшения к Дню Победы готовятся. Вообще красиво здесь все сделали. Как всегда эти самокаты электро. Приятненько. О, все, вышли к вокзалу. Ой, как хорошо. Хорошо, что дождя нет. Прекрасно. Какая широченная дорожка. Олечка, хорошо, что дождя нет, правда? Так, постой. Иди. Она у меня обычно бежит вперед, а я ее хочу заснять, как она проходку делает. Так, я вот здесь вот такая всклокоченная. Выгляжу как, ну не знаю. Я себе такое имя придумала смешное и забыла его. Название вернее. Ну не по пандополу, но что-то типа этого. Одета, конечно, безобразно. Но посмотрела на москвичек. Не так уж страшно я одета по сравнению с ними. Еще раз показываю вот этот парк. Украшен к Дню Победы. Анютины глазки уже высажены. Вот здесь вот вам покажу поближе. А вот он, речной вокзал, красавица. Мы сейчас там еще пофоткаемся. Ну красиво, приятно. Воздух свежий. Прямо замечательно. Капучино вон. Можешь капучино попить. Смотрите, как выглядит эта площадочка. Вот отсюда, со стороны вокзала. Деревья, конечно, не настоящие, цветущие. Но цветочки я подошла поближе, вам сняла. Очень такие симпатичные. И все украшено лентами. Это в честь праздника. А посмотрите, еще автобусик здесь подходит. Электромобильчик такой. Вот я не знаю, может он до метро возит. А вот интересно было бы спросить, куда он едет. Вот такси подъезжает. Вот здесь люди такси ждут. А вот там... А, вон еще кафе «Дружба» какая-то есть. Какое-то. Вот сейчас посмотрим. Надо перекусить где-то. А, вот еще хотела вам показать. Первый канал здесь обосновался. То ли он утром вел передачу, то ли он будет вести передачу на 1 мая, то ли на 9 мая. Ну, короче, вот мы еще засняли, засняли, что интересненькое. Вот такси. Вот такси. Вот такси. Вот такси. Продолжение следует...